Несмотря на то, что праздничные дни у нас в стране все любят, ну еще бы, ведь на работу не надо идти, можно высыпаться, сбивать режим, есть все, что хочешь, но тем не менее, несмотря на это, такие люди, как я, которые самозанятые, мечтают, чтобы все праздники поскорее закончились. И дело здесь вот в чем. На любые праздники и выходные доход у таких самозанятых, как я, просто падает. Причем обычно это происходит на всех площадках, и на Дзене, и на Пульсе, и может быть на каких-то еще. Вот о том, почему это происходит, как долго все это будет длиться и когда восстановится в этом видео. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. В прошлом видео я, собственно, показал свой доход за декабрь, показал, что на Пульсе доход под конец декабря сильно просел, зато на Дзене он сильно вырос. Это было обусловлено тем, что на Дзене я начал регулярно писать, а на Пульсе, ну, непонятно почему. Почему? Собственно, как это должно происходить в идеале? Под конец года, в последний месяц, в последние недели доход вообще не должен падать. То есть многие компании просто стараются свои бюджеты влить в рекламу для того, чтобы люди покупали подарки, люди дарили подарки, люди что-то приобретали. Плюс у нас конец месяца, то есть доход и на Ютубе растет, доход и на Дзене был неплохой. Единственный доход на Пульсе, как я показал, очень сильно снизился. Чем это обусловлено, не совсем понятно. Ну, то есть на Дзене мне понятно, я начал писать регулярно статьи, я начал писать длинные статьи, а на Пульсе наоборот. Вот доход снизился, ладно. В общем-то, после 31 декабря, с 1 января ситуация не сильно изменилась. Давайте я покажу, что там происходит. Ну, собственно, вот на Пульсе эта праздничная неделя. Это, кстати, основной канал, то есть основной канал, который довольно много приносил, теперь приносит 2,560 в неделю. Если посмотреть, тут получается 471 рубль во вторник 4 января, потом среда 5 января 398, 397, 364, даже 500 рублей нет. В субботу вообще 298, в воскресенье неплохо, 446 рублей, ну как неплохо. По сравнению с тем, что было, это вообще ничто. А было я вам показывал, сегодня еще непонятно, 182 рубля, но он должен вырасти понедельник. По просмотрам, если посмотреть, просмотры тоже были мизерные, 6, 5, 6 рекламы, причем еще дешевые, 4 сегодня. Сравнивать с тем, что было, если переключиться на 30 дней, тут у нас 2500, 2176, причем до этого еще раньше, если смотреть. Допустим, поставим с 1 по 31 декабря, у нас здесь 3400, 3400, просто 3, ну то есть неплохой доход, хотя он вырос у нас тоже с 1359. Вот, ну и скатился в самый низ. Вот такой вот, совсем невысокий доход, но то есть по сравнению с тем, что было, это прям вообще ничего. С этим вопросом я обратился в техническую поддержку Пульса, чтобы выяснить, почему так произошло. Мне ответили следующее. В праздничные дни читателей на платформе меньше, потому и показов меньше. Кроме того, в начале года рекламодатели традиционно пересматривают свои бюджеты, поэтому дорогой рекламы намного меньше. Стоимость возрастает уже после окончания праздников, во второй половине января. В целом звучит довольно правдоподобно. Ну то есть дорогой рекламы меньше даже не в начале года, хотя и это тоже есть. Ее вообще становится меньше на любых праздниках, на любых выходных. Чтобы в этом убедиться, достаточно перейти просто в статистику на том же Пульсе, посмотреть даже вот обычный месяц, суббота-воскресенье, проседание по доходам, суббота-воскресенье, проседание по показам, под отчитываниям. Что касается конца года и пересмотра бюджетов, то в принципе да, потому что большинство компаний отправляет своих сотрудников на отдых, эти 10 дней они там отдыхают, следить особо за рекламными компаниями некому и незачем, поэтому, конечно же, и денег меньше мы получаем, потому что их меньше рекламодатели тратят. Но это не всегда так, и в некоторых нишах наоборот. Реклама может быть даже и дороже, тем, кому выгодно, скажем, какие-то подарки продавать. В общем, нужно смотреть, тут все индивидуально. Общая картина, наверное, все-таки примерно такая, и они говорят правду. Насчет того, что читателей на платформе меньше, ну, в принципе, если верить статистике, то да, статьи читают меньше, что не так заметно на Дзене, но, видимо, на Дзене аудитория побольше. То есть у меня были статьи, которые там по десятке тысяч дочитываний откручивали в этот период на пульсе проседания. Но что я заметил, в принципе, на пульсе в том году, когда я только заводил канал, когда выложил первые 10 статей на одобрение, как раз январские праздники, как раз вот эти первые месяцы, была примерно та же самая картина. То есть доход был очень-очень низкий в вот эти вот праздничные и послепраздничные дни. Ну и, в принципе, по моим личным наблюдениям, доход, он примерно так и вырастает. Но причем даже не во второй половине января, а где-то в начале февраля. То есть, если смотреть мою старую статистику самозанятого по заработку на год, то видно будет, что нормальные деньги вообще пришли только в апреле. Это обусловлено тем, что в январе пришли деньги за декабрь, в феврале пришли, соответственно, деньги за январь. А как я уже сказал и сказал у техподдержка, в январе у нас доход не очень в связи с праздниками. В общем, праздники пройдут, потребуется еще некоторое время, возможно, даже до конца января. Так что от января я бы не ждал сильного роста доходов, но, в принципе, в феврале все должно наладиться. Причем на всех площадках и на Дзен должен, в принципе, доход вырасти, и на Пульс должен доход вырасти. На Дзен у кого-то уже нормальный доход, это уже даже не догадки, это уже так и есть. Ну а тем, у кого он пока еще не вырос, следует просто подождать до конца месяца. Надеюсь, у вас есть для этого запасы и ресурсы. Вот, ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока!